В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района. Студия Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. На территории Ленинского района установили 10 пунктов приема для бесплатной утилизации старых автомобильных шин. За этот год мы планируем вывести 750 тонн. Устанавливаем дополнительные контейнеры по району. Песни, танцы и спорт как инструменты изучения правил дорожного движения. Мы сегодня с вами собрались для того, чтобы поговорить об очень важном, о правилах дорожного движения. В Центральной Видновской библиотеке прошел отборочный тур чемпионата по чтению вслух на русском языке под названием «Открой рот». Так утекают реки, спять, по сухой листве. Так придаются руки, арфе и тетеве. Автомобилисты уже готовятся поменять зимнюю резину на летнюю. И в преддверии этого на территории Ленинского района установили 10 пунктов приема для бесплатной утилизации старых автомобильных покрышек. На одном из них побывала наша съемочная группа. Анатолий Кочуров в колесном бизнесе уже 12 лет у станции Расторгуева. У него шиномонтажная мастерская. И, как водится, два раза в год к нему выстраиваются очереди. Однако с большими деньгами приходили и большие проблемы экологические. За 12 лет моей работы здесь люди спрашивают, куда деть это. Все, они вот дальше туда не кидали. Были такие люди, которые кидали даже в овраг. Потом по весне сам же и убирал это все дело. Но этой весной все будет по-другому, решил Анатолий. Попросил администрацию установить на своей территории контейнер по приему старой резины. Он стал одним из 10 установленных на территории Ленинского района. И, как можно убедиться, не зря занимает место. В прошлом году на таких пунктах приема собрали 80 тонн резины. На этот год планы еще масштабнее. За этот год мы планируем вывести 750 тонн. Устанавливаем дополнительные контейнеры по району. И в городе конкретно мы еще установим два контейнера. Если бы не было таких пунктов, то все эти 750 тонн оказались бы попросту на улице. А покрышки разлагаются в земле более 100 лет. При этом происходит загрязнение почвы и грунтовых вод. Токсинами и канцерогенными веществами. Автомобилист Илья Черныховский об этом знает. Поэтому переобуваться приехал именно сюда. Во-первых, это чистота, забота о природе. Во-вторых, мы заботимся о нашей стране. И хотим, чтобы она была чистая. В пользу от такой утилизации не только природи, но и бизнесу. Ведь из вчерашних покрышек сегодня можно сделать резиновое покрытие для детской площадки. И не только. Михаил Решетов, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ. Инспекторы ГИБДД уделяют особое внимание пропаганде безопасного поведения на проезжей части среди детей и подростков. Особенно это актуально весной, с наступлением первых теплых дней, когда детвора проводят на улице все больше времени. Безопасный путь домой – так называлось мероприятие, прошедшее в детском саду жар птицы и посвященное правилам безопасности пешеходов. О необычной форме работы с дошколятами в нашем следующем сюжете. Добрый день, дорогие дети. Добрый день, уважаемые взрослые. Мы сегодня с вами собрались для того, чтобы поговорить об очень важном – о правилах дорожного движения. Юным непоседам знания куда веселее приобретать в игре. В бескомпромиссной борьбе сошлись команда мальчиков и команда девочек. В начале – викторина, где требовалось ответить на каверзные вопросы по правилам дорожного движения. Как позже призналась ведущая праздника Вера Магокян, ребята с честью прошли это испытание. Настолько приятно меня удивили наши дети. Скажу честно, никто заранее не готовился вот так, чтобы подготовить детей. Эта работа ведется ежедневно, ежечасно. Всегда проговариваем, ведь безопасность наших детей – это очень важный аспект, поэтому на это у нас уделяется очень-очень много времени. Действительно, занятия, в том числе и игровые, посвященные правилам дорожного движения, в детском саду проводятся на протяжении всего года. Этот получил название «Безопасный путь домой». Во время игры по правилам дорожного движения педагоги используют максимальный набор выразительных средств. Здесь и декорации в виде дорожных знаков, и светофора, и песни, и подвижные игры. Во время такого урока сложно заскучать. Отдельно стоит упомянуть театральную сценку «Кот и петух», поставленную силами самих дошкалят. Хитрая лиса в отсутствии кота выманила наимного петуха поиграть на проезжей части. Все в конце концов остались живы, но без происшествий не обошлось. Ой, не, 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 что случилось со мной? Хватит, хватит, ходи, петушку на камазе. В фойе детского сада разместилась выставка. Эти работы подготовлены для конкурса, который также посвящен правилам дорожного движения. Этот конкурс у нас приурочен к этой акции «Безопасный путь домой». В конкурсе участвуют не только дети, но и, конечно же, их родители. Как всегда бывает, конечно, побеждает дружба в детских садах. Ну и, конечно же, мы будем самые лучшие работы, конечно же, будем их награждать. С начала года в Ленинском районе зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Статистика не очень плохая, и все же главная цель подобных мероприятий – свести ее к нулю. С 18-го числа у нас идет операция «Весенние каникулы», направленная на безопасность наших детей. И, опять же, в первую очередь, это внимание на детей пешеходов, это внимание на детей пассажиров. Еще раз, наверное, все-таки я обращусь к нашим уважаемым родителям, чтобы перевозили детей в специальных детских удерживающих устройствах и не отпускали детей одних на улицу. В конце праздника каждый участник получил светоотражающую наклейку на одежду в виде веселого смайлика. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. В Центральной районной библиотеке прошел отборочный тур чемпионата по чтению вслух на русском языке под названием «Открой рот». Литературный марафон существует с 2011 года, но до Ленинского района добрался впервые. Главное правило чемпионата – никакой подготовки. Участник выходит на сцену и сходу читает незнакомый текст. Сделать это нужно не только правильно, но и выразительно. Побывала на отборочном туре и наша съемочная группа. В Центральной районной библиотеке собрались любители словесности, чтобы поучаствовать в необычном конкурсе чтецов. Ленинский район в этом году впервые присоединился к всероссийскому чемпионату под названием «Открой рот» и провел отборочный тур. В это же время лучших чтецов выбирали в 200 библиотеках по всему Подмосковью. Дикой энергии была старуха. С утра затевались одновременно стирка, готовка, шитье новых наперников на подушке. Чемпионат чтецов проводится в России с 2011 года, а в прошлом году и вовсе стал международным. Отборочные туры прошли в Страсбурге, Париже, Лондоне и других городах мира. Основное правило – никакой подготовки. Участник выходит на сцену, получает совершенно незнакомый текст и должен прочитать его не только правильно, но и максимально выразительно. Одно дело, когда ты читаешь, например, стихотворение, ты выучил, и вот ты уже знаешь, о чем говоришь. А тут ты берешь, как на экзамене листок, впервые видишь этот текст, но это очень сложно. Волнение было, безусловно, потому что читали с листа первый, так сказать, текст сложно, немножко волновалось, безусловно, потому что привыкла читать про себя, а здесь надо было читать слух. Участникам предстояло пройти три тура. В первых двух они читали прозу, а последний, пожалуй, был самым сложным, потому что стихотворный. Так утекают реки, спять, по сухой листве, так предаются руки, арфе и тетиве. Лучшего чтеца Ленинского района выбирала компетентная жюри, в которой вошли филолог, писатель и актриса Народного театра ТВИД. Перед ними стояла весьма сложная задача, ибо все конкурсанты показали высокие результаты. Я получила очень большую удовольствие от того, что это нужно проводить. Это действительно здорово, действительно интересно. Речь замечательная, хорошо читают, так что я думаю, что еще не все пропало в нашей жизни. В результате лучшим чтецом Ленинского района единодушно был признан Евгений Зорин, который покорил жюри своим артистизмом и неповторимой харизмой. Прошло легко. Ну вы знаете, что у нас видная литература находится в Подмосковье. И многие наши, как говорится, видновчане являются членами летопределения Немнишкулева. А кто не является, тот в акцент ходит, в детские кружки. То есть видная литература – это брат и сестра, можно сказать так. Готовы к победе? Обязательно. Видная победит. Всем участникам вручили призы от библиотеки, спонсоров отборочного тура и организаторов чемпионата. Следующий тур, куда защищать честь Ленинского района отправится Евгений Зорин, пройдет в Центральной областной библиотеке. А финал состоится летом в Москве. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Витнет-ТВ. В марте отмечается Международный день поэзии. Наверное, не случайно он выпадает именно на первый месяц весны, когда все вокруг начинает оживать. В Развилковской библиотеке прошел Вечер поэзии. Его участниками стали люди, которые и дня не могут прожить без того, чтобы написать хотя бы строчку. Одно из первых их поздравила Екатерина Коваленко. Ежегодно в Развилковской библиотеке проходит вечер, приуроченный к Международному дню поэзии. Здесь поэты и писатели Развилки знакомят публику со своими произведениями. «Отважен будь, выпив своих лендель, или подарить, коль ждет другой, волшебный пендель внеочередной». Вдохновение. Под таким названием, или точнее девизом, прошел праздник поэзии. Муза – то, что необходимо творцу, как воздух. То, благодаря чему на свет появляются новые литературные детища. Международный день поэзии отмечается в России уже 20 лет, и постепенно круг тех, кто приобщается к нему, становится все шире. Эта прекрасная тенденция хорошо заметна и в Развилковской библиотеке. С каждым годом эта встреча, скажем так, совершенствуется. Приходит к нам все больше и больше писателей, поэтов. Тем более, что сейчас на базе нашей библиотеки функционирует литературное объединение. Вот сегодня на нашем вечере присутствуют практически все члены нашего литературного «Рифма плюс». Один из них, писатель Юрий Егоров, представил публике свой рассказ «Концерт для друга». Совсем недавно автор с одним произведением одержал большую победу. Он стал лауреатом первой степени областного конкурса «Звездное перо» в номинации «Проза». А если у меня не получится, я уверена, что у тебя все сложится хорошо. Ты способный юноша, полон сил и не сможешь всю жизнь провести в суконной лавке. Произведение, написанное всего за один день, относится к жанру социальной сказки. Это любимое литературное направление Юрия Николаевича и, по его мнению, актуальное во все времена. Где же черпает автор вдохновение? Для меня вдохновение возникает из очень хорошего общения с приятными людьми, флюиды, которые исходят от людей, которые сегодня присутствуют и принимают очень доброе. Как думаете, на что вдохновить сегодняшний вечер? Ой, не знаю, это так сразу не случается. Но да, впечатления есть, эмоциональные, ну, во что-то это обязательно. Поскольку я пишу сказки, я надеюсь, что это будет добрая сказка. И какой же поэтический вечер без дебюта? В этом году впервые в праздники приняли участие дети. Девятилетняя Валерия Чудакова не мыслит себя без литературы. На днях девочка вышла в финал конкурса «Зовские чтения». Но Лера не только ярко и с азартом декламирует, но и пишет сама. На вечере она впервые представила стихотворение «Воображение». А вдохновил ее один очень близкий человек. У меня просто маленькая сестра, и она иногда подсказывает какие-то моменты, которые мне хочется записать. И из всех моментов, даже когда она что-то придумывала, я создала этот стих. Кому ты его посвятила? Своей сестре. Недавно поэзия ворвалась и в жизнь Юлии Грачевой, которая всего полгода в литературном объединении «Рифма плюс». Милее не было игрушки, когда принес мне Дед Мороз. Когда под елочной веткой сюрприз достала из мешка, прижала к сердцу крепко-крепко его, пятнистого щенка. По признанию Юлии, постепенно творчество захватывает ее все сильнее и сильнее, ведь ощущения просто фантастические. Есть такое состояние эйфории, когда ты последнюю строчку завершила, и понравилось самой, понравилось это стихотворение, да, наступило такое состояние счастья. А завершился вечер авторским исполнением песни «Зарисовка развилки», которая уже давно стала неофициальным гимном этого сельского поселения. Екатерина Коваленко, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Она любит рисовать картины в стиле фэнтези, но в ее коллекции можно найти и вполне классические пейзажи, портреты и натюрморты. Биохимик по образованию, а по призванию художник Анна Мезина пишет картины на заказ, а недавно разработала свою собственную методику по стопам Ван Гога. По ней она будет обучать живописи пенсионеров в Центре социального обслуживания «Вера». Наша съемочная группа побывала в гостях у художницы, узнала о творчестве и ближайших планах. Сама Анна Мезина называет себя художником-самоучкой. Художественный вуз не оканчивала по образованию биохимик, но в один прекрасный момент желание творить пересилила тягу к науке. Начала с портретов и пейзажей. В 2003-м сделали выставку, там в основном была крымская коллекция. Мы туда несколько лет ездили. Последние два года именно работаю над тем, чтобы было все. Было фэнтези, было и натюрморты. Но самое главное, чтобы было настроение. Анна работает в разных техниках и направлениях. Пишет акварелью, маслом. Есть среди ее картин пейзажи, знакомые каждому видновчанину. Но с особым азартом художница рассказывает о своих картинах в стиле фэнтези. Коллекции фэнтези, они, как правило, мне снятся. Но вот эта картина мне приснилась неделю назад. Пока фэнтези настолько, именно мои внутренние философские картины, мне их даже тяжело дарить. Уж не то, что продавать. Недавно Анна Мезина провела в Центре соцобслуживания веры художественный мастер-класс, где учила пенсионеров работать с акварелью и создавать натюрморт. Совсем скоро она начнет обучать людей преклонного возраста на постоянной основе по собственной методике под названием «По стопам Ван Гога». Если есть там у пенсионеров какой-то пенсионер, они его доразовьют. Я могу подсказать свой именно, конкретно свой опыт. Сейчас художница активно готовится к персональной выставке в историко-культурном центре, которая пройдет в июле. И ведет переговоры с музеем Ленина, где собирается выставить две нетипичные для себя картины. Крейсер «Аврора» и портрет Феликса Держинского. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Винетово. 16-18 марта в городе Омске проходил Кубок России под Хэквондо. В соревнованиях приняли участие более 2000 спортсменов из 23 регионов России. Наш мобильный репортер не случайно оказался на этом турнире. Дело в том, что одним из участников стал спортсмен из Видного Дмитрий Спичкин. Кубок России принял в себя футбольный манеж «Красная звезда». Одновременно бои проводились на девяти татами. Дмитрий занимается в Хэквондо уже 17 с лишним лет. Сейчас он тренирует подрастающее поколение спортсменов, которые становятся победителями состязаний различных уровней. Он считает, что соревнования очень важны для улучшения результатов каждого спортсмена, поэтому постоянно сам выезжает на турниры. На Кубке России Дмитрий Спичкин участвовал в двух встречах. Соперник из Омска в первом поединке победил со счетом 4-0. Второй поединок оказался не столь удачным. Спортсмен из Новосибирска оказался сильнее. В итоге Дмитрий занял третье место в дисциплине спарринг. Результат хороший, считает спортсмен из Видного, тем более, что это часть подготовки к Кубку Европы, который пройдет в июне этого года в России. И в заключение выпуска традиционно о прогнозах синоптиков. А они предсказывают, что завтра, 27 марта, погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков температура плюс 2 градуса. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин